5А есть у меня на одной машинке, которая стоит у меня очень давно, уже никогда было с нее добраться. Я лень, конечно, затянул, потому что немножечко поздно ковырят с ним, плюс стоит он еще на улице, поэтому не самые комфортные условия, а надо с ним поковыряться вот с той стороны. Масляный поддон на этом же 5А. Он скинутый, на четырех болтиках остался висеть. Всяческое другое было скинуто. Скинулся он с целью пощупать шатунный вкладыш. Было мнение, что четвертый шатунный хорошо так стучит. Я думал, проблема с четвертым шатунным, проблема оказалась с третьим шатунным. Сейчас откручу, посмотрю на состояние шатунных вкладышей здесь, состояние шейки. Не в лучшем виде. Девять, восемьдесят, восемьдесят, восемьдесят пять. Девять, шестьдесят, восемь даже, да? В общем, яйцо здесь недопустимое, даже две сотки, аж на три десятки. С такими показаниями, со всеми размерами, состоянием шатуна и колена, шейки, надо его точить. Но есть у меня большое желание проверить без какой-либо расточки на ремонтных вкладышах. Тайховские вкладыши, 0,25, тут вообще у них есть и 0,5, и 0,75, и единичка даже. Эксперименты можно ставить и ставить. То есть прямо так я их сюда поставлю, двигатель на эту шейку шатунную. Шатунную соберу и посмотрю, к чему это приведет. Ну, просто чисто любопытство ради. Понятно, что там яйцо дикое, износ дикий. Здесь мне жажда к экспериментам. А чтобы полегче маленечко двигателю было, чтобы он прямо восстановился и зарос, мы ему ресурс поднимем. Явно наш случай, да, показания к применению, что там. О, шумность и вибрация мотора, то, что надо. И вот такую штуку я еще у него сразу тоже ливану. Еще один ревитализант. Но тоже показания. Для восстановления защиты от износа. В общем, наш случай. А чтобы совсем было хорошо этому двигателю, мне для него вообще ничего не жалко. Вдвоем должен. Вкладыши сели, причем так плотненько. Собираю дальше.